Привет, ребятки! Очередной вложкой изменения моей комнатки, в общем-то, моей, так скажем, комнатки, доработки её. Сюда, телевизор. Сюда, телевизор. Или сюда. Телевизор. Или сюда. Телевизор. Сюда, значит, видео не является видеомонтажом, что он запечатлён на этом видео именно призрак, а не что-то там, блядь, хуй пойми, в отражении, блядь, или какая-то чья-то тень. Доброго вечерочка. Люди, чуть-чуть посидим, потарахтим, отдохнём, приятно проведём время. Поэтому, ваше здоровье, господа. Чаёк попьём. Здравствуйте, все. Здравствуйте. Назнаменовалась приятная выходная. Наконец-таки выходные. Чуть-чуть на выходные. Ну, хватит, а. Ай, бля, чё-то не то. Пиздец, я заебал. Что ты будешь делать с ним? Походу сегодня всё-таки не убеду. Либо идти, как человечка в кошмаре, и 7 уровней ещё прокачивает. Зачем загран? А им не понравилось, что, типа, у меня на авито-аккаунте написано же, как по-английски, Олег Керман. А он говорит, да чё, у вас в паспорте по-русски, а авито-аккаунт на английском. Я говорю, ещё и я полчаса посылку не мог получить. Ругался, ругался, я нихуя, блядь. В итоге, блядь, мне пришлось ехать домой. А она довольно далеко была от дома. В выдаче. Брать, блядь, дома загранпаспорт. Притом у меня были права с собой. Там тоже на английском, на права. Она говорит, а нам меня не ебёт, права не являются документом. Я говорю, а чем, блядь, права являются? Почему в Соединённых Штатах права это, блядь, основной документ? Это как работает? В одной стране это документ, а в другой это, хуйня подзалубная, что ли, или что? Блядь, и пиздец, блядь. Я первый раз вижу, что, блядь, по загранпаспорту, посылки мы давали. Хуи. Я сняду. Он нахуй упал, блядь. Говорю, ну ты знаешь, сумасшедшая, что ли, или что? Причём звонит своему начальнику, она как говорит. Нет, чтоб сказать. Вот я, блядь, дура, я не отдаю только потому, что, блядь, там латиницей написано, а не кириллицей, блядь. Нет, она специально говорит. Там не соответствуют, блядь, данные паспорта не соответствуют получателю. И всё. Я говорю, ты ебанко или как? Какие не соответствуют, блядь? Я ей права показываю. А это не документ, это не документ. Пиздец, блядь, она меня выбесила. Толстая тётка, блядь, сидит нахрен. Нихуя не делает, блядь. Пришлось, сука, за... Блядь, загранником идти, блядь, чтобы посылку свою же получить. С... Которая при чём, блядь, получается, только если у тебя есть этот, каково, код получения, блядь. При этом она оплачена уже, нахрен. Я ебал, нахрен, таких, блядь. Эти... Чё так, блядь? Чё, блядь? Чё так, блядь? Далеко, понимаешь, отходит этот чёп, блядь. Но права не документ, блядь. Я ебал, я, блядь, говорю, в каком мире живёте, говорю? А в Соединённых Штатах тогда что, права, блядь? Залупа, блядь, или чё это? Можно что-то иногда себе купить нормальное. Тут уж как, когда зарплату дадут, там с зарплаты можешь что-то взять с аванса. Вот, допустим, вот такой паштет. Старокрестьянский, очень неплохой. Это рюкзак Bobby Pro, новая модель. И вот, как по мне, не химозный, прямо качественный. Белорусский, в принципе, вот. Паштет старокрестьянский. Честно, добросовестно, от души написано на нём. Во-первых, он уже 18 литров вмещает в себя. Более лучшее распределение. Вещь, ну, очень неплохая. С хлебом заходит на ура. Такая вот крышка у него. Цвет. Вот такая баночка. Старокрестьянский паштет. Пиздец, тема. Просто тема. Как тот японец с турбопальцем. Мастер и такахаши, да. Был такой стуга. Вот, смотрите, какая заставка мощная. Мощь. И надо что-нибудь ещё. Давайте черепах на последок запуск. Черепаха, что ли, немножко, хотя бы один уровень пахнут для приличия. Турбопальцем. 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 Ну, смотрите, какая игра. Хе-хе-хе. Слонёнок и белочка. Детская какая-то совсем. Вот она, Тиндер Ниндзя. Ой, тут ещё этот, слушайте, давайте чё, Терминатор. 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 Сейчас Терминатора будем играть. Ух, блядь, сука, как мы покажем. Сейчас всем покажем. Бля, ну это, сука, это не башка Терминатора, а как будто яйцо сраное, блин. Не башка Терминатора. Выглядит, конечно, позор. Так, вездеход, болотоход. Я смотрел стрим в прямом эфире. Виталик ЧД, естественно, смотрел. Вот. Потому что чувак в теме резидента, а я всегда в теме резидента хочу находиться. Я очень люблю резиденты. Вчера вот это смотрю. Я не буду на весь экран делать, потому что не знаю насчёт авторских прав. Появляются вот эти цифры. Такой я, так, что же это, что же это. Потом. Потом. Потом идёт музыка. Вот это вот. И деревья, блядь. И появляется буква Р. И я такой... Я такой... Я орал, сука. Я орал, нахуй. Я разбудил нахрен всех соседей, блядь. На меня в милицию пожаловались даже. Тука. Как я... Я ёбнулся вчера, нахуй. Вот на этой букве я уже понял, что это четвёрка. Ну, потому что, во-первых, были сливы, что они должны приставить четвёрку. Это раз, в принципе, её ждали. Но, когда появилась эта музыка мексиканская, деревья и буква Р, всё, я уже понял. И я уже орал. А когда... А когда, короче... Вот это вот... Блядь. Всё, я... Я ёбнулся, нахуй. Я фактически уебался. Чуть с ума не сошёл вчера. И это было в час ночь. Ооо, это было сильно. Это было сильно. Это полный разъёб, нахуй. И дальше смотрим. Я уже орал. Ооо. А когда... А когда, короче... Вот это вот... Ооо, блядь. И я вот так смотрю на эти буквы. И потом вот эта цифра и всё. Там я нахуй просто унесло меня к чёртовой матери. Меня просто унесло. Я орал, сука, я орал. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok